Да, ну и вот как раз наконец повели речь у нас в трансляции о девушках. Ну, пока просто никого из лидеров камера не выхватывает, видимо, только разговаривающего со своими тренерами Дай Дайтаба. Вот они пошли, лидеры, и Миша Токаги, и Нао Кадайра. Я думаю, что просто они сейчас выдерживают график согласно. Ну, по времени, да, в 38 минут по расписанию должны быть. Ну, просто странно, что такое расписание составили, потому что пауза какая-то слишком длинная была, ее можно было изначально сделать по расписанию. Короче, у мужчин-то 10 пар бежали, как бежали. Ну, вообще-то, на самом деле, по-нормальному, ну, должна была быть подготовка, по-честному. Нет, 500 и 1000 очень часто делают беззади. Ну, это да, это да. Ну, ты понимаешь, да, на старте ребята очень сильно разбивают лед, вот на старте 500 метров, потому что когда они стартуют, достаточно мощные ребята, ну, словно там Паша и Руслан, это там 85-90 килограмм, мощность приличная. Они очень, ну, там сильно разбивают лед, поэтому, ну, по-нормальному можно было бы и подготовку сделать, но... Ну, не сделали, поэтому... В целях зрелищности, я думаю, что поэтому и убрали эту необходимую подготовку. Да, ну, показали вам положение в Кубке Мира. Третий раз в этом сезоне девушки бегут 1000 метров в рамках этапа Кубка Мира. Безоговорочный лидер Кубка Британи Боу, одержавшая две победы. Ну, что касается наших девушек, ну, мы помним прекрасно, как Даша Качанова очень здорово пробежала в Нур-Султане и заняла второе место вслед за Британи Боу. Ольга Фаткулина там была третья. И это при том, что и Юта Леердам, была и Юрин Терморс, и Рейн Вюст. Вот всех их наши девушки сумели обыграть. Ну, ждем определенного прогресса и от Ангелины Голиковой. Ей, конечно, чуть сложнее на 1000 метров будет забраться на пьедестал. Все-таки 1000 для нее не самая любимая дистанция. Ей выносливости немножечко на последние где-то метров 200-300 не хватает. А то и, ну да, где-то так. В этом она похожа на своего нынешнего тренера сборной Сергея Клепченко. Но, тем не менее, в общем, можно прогрессировать по ходу сезона, побороться за лучший результат в сезоне. Может быть, еще какие-то достижения? Обязательно, обязательно. Потому что форма подходит, явно подходит. Последние два кубка видно, что Ангелина в плохом состоянии. По пятисотке, то точно видно. Ну, а там хорошая пятисотка даст, в общем, определенные стимулы для 1000 метров. Ариса Гоу и Каролина Босиек здесь бегут. Каролина лишь восьмой была в группе «Б» в Новосултане. Но вот за счет того, что как раз нет многих фаворитов, многих лидеров, она получила возможность... Это молодая спортсменка, ей 19 лет еще, но скоро в феврале стукнет 20, тем не менее. Вот получила возможность стартовать в группе сильнейших. Но при этом лучшие достижения в сезоне у нее даже повыше, нежели у Арисы Гоу, которую Каролина Босиек в Инселе бежала 1.16.47. Ариса Гоу в Минске 1.17.45 всего лишь показала. Ну, Инсель, понятно, побыстрее каток, нежели Минский, но тем не менее. Инсель это все-таки подготовка к сезону, это неофициальный такой старт еще. А в Минске это уже был этап Кубка мира. По дистанции она чуть-чуть проигрывает. Я имею ввиду, Каролина Босика проигрывает на Риши Гоу. И вот сейчас неплохая ситуация для Риши Гоу, да. Ну, посмотрим сейчас как раз этот момент, этот отрезок на дистанции, это уже проверка выносливости. Да, выигрывает Японка. Сумела свою скорость содержать и лучшие достижения в сезоне, причем на секунду быстрее, чем в Минске, ну на 95 суток. Ну, Каролин Босик тоже, в общем, достойна, вполне себе достойна на 16.92. Для юной спортсменки, изредка лишь появляющейся в группе сильнейших, это хорошее достижение, мне кажется. Ну, и хороший такой показатель, что девушки-лидеры сегодня, ну, явно из одной 15-ти побегут. Если вот уже в первых парах, то по одной 16-ти. Во второй паре будет стартовать Елизавета Козелина вместе с Саннике Денилинг. Хороший спор, хороший соперник у Лизы. Лиза, в общем, тоже показывает очень достойную форму в начале сезона. И помним, как и на полуторке, она в шестерке сильнейших уже была в этом сезоне. Поэтому, в общем, ждем от нее. И Саннике Денилинг, мне кажется, ей удобно будет соперничать. Да, я с тобой согласен абсолютно. Сейчас Саннике Денилинг, она, в принципе, больше спринтерского характера. Поэтому она сейчас ее разгонит на первом круге. Да, то есть вот есть возможность потянуться. Сейчас, если хорошо Лиза поработает в повороте в большом, то может в спину попасть. Проблемы с выносливостью у нее нет на этой дистанции, потому что она бежит все равно и полуторку, и трешку, и командную гонку мы завтра ее увидим. Вот, и вот сейчас вот хорошая ситуация набрать на первом круге хорошую скорость, и, в общем-то, она ее сохранит, я думаю. Потому что, я говорю еще раз повторить, что проблем с выносливостью у нее нет, но вот почему-то они не используют в пинах. Ну, немножко не дотянулось просто. Да, да, да. Круг должен быть сильнее. Но мне вот внешне нравится такой помощнее. Вот с предыдущими сезонами, я вспоминаю. А сейчас даже внешне мощнее отталкивания у Лизы идут. Вот мне немного не хватает посадки. Я бы чуть-чуть пониже подсел. Чуть-чуть. Высоковато чуть-чуть. Поверхность. По льду летит ощущение, что мне чуть прижаться до льда. Да, но здесь Голланд выигрывает этот забег. В паре выигрывает больше, чем разница. Ну, посмотрите за то время-то, какое у Санники Даниленко. Она 14.89, то есть это в трех десятых от рекорда катка. Санники такую хорошую заявку делает. Ну, и мы понимаем, что у Лизы 1.15.55, это на четыре десятых быстрее, чем неделю назад в Нур-Султане. При том, что, в общем, по скорости льда эти катки вполне себе сравнимы. То есть Лиза-то прибавила. Просто соперница сделала результат еще сильнее. Я просто вспоминаю, как здесь Наташа Полоскова на Играх 98-го года с Мариан Тиммер бежала в одной паре. И при том, что, в общем, тоже там достойный для себя результат показала, проиграла Мариан Тиммер, ну, по сути, две трамвайные остановки. Просто Мариан Тиммер пробежала с мировым рекордом. Вот, разница, ну, это в полторы секунды. Вот, поэтому такое вот ощущение. То есть Лизе тоже, да, могла бы еще лучше, но как минимум четверка с плюсом за этот забег она заработала это меню. Кимигёц и Миха Такаги. Ну, большая часть японской сборной, мы рассказывали об этом, пропускала этап в Нур-Султане, чтобы слишком долго не оставаться в Европе, чтобы или не летать из Японии в Нур-Султан и обратно. Вот они сразу решили пропустить этап в Нур-Султане и после двух европейских этапов в Минске и Тамашове отправиться домой и уже готовиться вот к этому этапу. Лишь избранные такие, как Нао Кадайра, поехали в Нур-Султан или второй, третий состав, скажем. Вот Миха Такаги как раз тоже пропустила, и поэтому ее положение... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, устояла-то как, а? И тут, судя по всему, в какую-то трещинку от ребят, от забегов попало. То есть Руслан тоже сбился же в этом повороте. Примерно там же, да. В общем-то, поэтому я и говорю, что подготовка не мешала бы. Ну да. Технический комитет Международного союза конькобежцев тоже, наверное? Да-да-да, при этом саллимщики Балка. Но тем не менее, посмотрите, даже несмотря на этот сбой, сумела сохранить и удержать скорость. Да, этот сбой стоил ей лучшего результата. Она лишь вторая, проиграв одну сотую Саннике Даниилинг. Но тем не менее, не менее... Очень серьезное время показала Саннике Даниилинг, очень серьезное время. Опять же, так неожиданно, да, вот, я вроде бы сказал, что Елизавета должна использовать пару свою, а на самом деле получилось все наоборот. Почему-то... Ну, нет, но мы все-таки Саннике Даниилинг-то согласимся, что спортсменка все-таки высокого уровня. И не первый год уже в голландской сборной. И серебряный призер чемпионата Европы на отдельных дистанциях в командном спринте в Коломне, как раз она эту медаль выиграла. Но в личных дисциплинах, ни на чемпионатах Европы, ни на этапах Кубка мира она пока в призах не была. На старт пригласили Арису Цуджимоте и Минсу Ким. Ну, личный рекорд у обеих из 1.16. Достаточно скромный в этом сезоне и вовсе. Еще скромнее результаты. У Минсу Ким 1.16.74 в сентябре в Калгари показано было. А Арису Цуджимоте на национальном чемпионате бежала в 1.17.70. Быстрее после этого на этап Кубка мира пока не бегала. Но вот я думаю, что сегодня вся японская сборная готова на более высокие результаты. Да, с учетом того, что пропустили этапы и было больше времени на адаптацию, на часовую, на временную адаптацию. Хотя сейчас опять был маленький сбой, там на несколько метров на двух ногах проехала Арису Цуджимоте. Ну и Минсу Ким тоже может задать определенный темп на первом отрезке. Ну как-то резко вдруг упала скорость, по-моему, Цуджимоте после этого такого почти незаметного сбоя. В отличие от Михаи Токаги Цуджимоте, по-моему, вообще бросило бежать. Ну нет, нет. Бежит. Ну бежит, но это уже без шансов на какой-то серьезный хороший результат. Ну опять же, Михаи Токаги больше все равно спортсмен многоборского плана, поэтому и хватает ей больше выносливости. Да, выносливости, естественно, да. Поэтому она и добегает до конца. Да, опять, к сожалению, сайт Союза Кангобежцев в мировой. Да, да, мировой, да. Подключивается. Ну, главные разборки еще впереди. Любопытно, конечно, да, показывают нам. Подправили результат Токаги. Смотри, все-таки на какие-то тысячные доли секунды она быстрее, чем Санни Киданилинг. Ну вот это должно было произойти, соревнования происходят в Японии, конечно. На японском компьютере, да, считали. Да. Хизер Маклин в пятой паре с Хьюн Йон Ким стартует. Ну, тоже, в общем, пока в этом сезоне какими-то суперрезультатами не блистали девушки на этой дистанции. Посмотрим, как Хизер проявит себя здесь. Здесь, по идее, тоже пятисоточница. И вот мы видим, как много она сейчас выигрывает у соперницы на первом отрезке. Но, тем не менее, 18 секунд в разбег, наверное, для Хизера мог бы быть и быстрее. Но все равно пока на данном этапе лучшее время, лучший разгон. Ну, мы прекрасно понимаем, что главные-то силы еще побегут позже. Поэтому надо вот туда, в перспективу смотреть. Да, немного проигрывает Санни Киданилинг первым кругом. Ну, и понятно, что проиграет еще больше и Данилинг, и Токаги в итоге. Потому что, конечно, сравнивать выносливость Санники Данилинг и Токаги и выносливость Хизер Маклин на последних метрах дистанции не приходится. Ну, а Кореянка прям тоже совсем тяжело заканчивает. Они проигрывают немного, вот Елизавета Козелина, даже немного, достаточно много. Да, прилично. Секунду и двета. Да, больше секунды. Да, да, да. Хизер Маклин, ну, а Кореянка 1,19,9. Ну, 1,19,9, я думаю, что многие на открытом льду-то быстрее попекут, даже на открытом равнинном льду. Да, 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 да. Йохан Дэвид проводит определенную работу, тренер японской сборной Санниха Токаги, объясняя ей, что так, что не так. Учитывая этот сбой в повороте, результат, мне кажется, очень хороший, очень высокий. Цишили и Кайли Нервайн личные рекорды этих девушек вам показали. Ну, вот Кайли Нервайн свой личный рекорд установила как раз на национальном чемпионате Канады в октябре месяце. Эти 1,14,42, соответственно, это и лучший результат ее в сезоне. Цишили 1,16,43, тоже там же в Калгари, но на месяц раньше во время подготовительного отрезка. Очень любопытная, обратно внимание, техника у Китаянки была сейчас в окончании поворота. Тоже такой, почти как у Мартины Сабликовой выход, широкий. Хочешь сказать, что на бирже ведет тоже голландский специалист Цишили, я про Цишили сейчас говорю, зовут Рудхард Тайсон. Он тоже достаточно долгое время работал в команде Вейкомп с Вадимом Саитиным и Бартом Волкером. Это просто все к разговору о тренерском коллективе, который сейчас складывается в... В китайской сборной. Да, 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 естественно. Ну, на самом деле, это не только в кинкобежном спорте, это практически во всех сейчас китайских сборных. Огромное количество иностранных специалистов, причем специалистов с разными точками зрения. Да, то есть они запускают сразу несколько групп и смотрят, какая из них сработает лучше. Да, и мы знаем, ну, здесь скромные результаты, поэтому мы можем себе позволить какие-то лирические отступления. Я рассказывал уже во время этапа в Барсултане, что Шани Дэвис тоже сейчас в китайской сборной. Да, он там не главный тренер, он как раз работает над тем, чтобы ребят-шортрекистов переводить. Потому что шортрек в Китае очень высокого уровня. И вот перевести несколько человек в коньки, да, тем более, что Шани сам проходил это и сам из шортрека. Пришел в свое время, он прекрасно это все понимает и технологию, и что нужно делать. Вадим Сайютин тот же, еще несколько разных стран специалистов. То есть, в общем, от китайской сборной мы с каждым днем ждем прогресса. И какие-то проблески этого прогресса видим уже сейчас. Тот же Джуньянин, выигравший 1500 метров на этапе в Нур-Султане, обыгравший всех. И Патрика Рюста, и Кьелда Нойса, и Томаса Кроу. Я бы сказал, не проблески, это какая-то революция уже происходит. Потому что столько китайцев я не помню на такой вот, на таком уровне, честно скажу. Ну, революция будет, когда они все выиграют. Когда они обойдут, да, когда они голландцев в коньках переиграют. Но надеюсь, что все-таки и российская сборная поучаствует в дележке олимпийских медалей. И даже если это будет под нейтральным флагом, мы все равно будем прекрасно знать, откуда эти спортсмены. Главное, чтобы китайцы не перекупили наших специалистов. Задача простая. Ну, это тоже решаемый вопрос. Синджао и Наталья Червонко сейчас на дистанции. У Синджао, в общем, очень неплохой результат по ходу сезона. Одна 15-36. Ну, и, правда, много, много они проигрывают по секунде. Проигрывают лидерам, коими продолжают оставаться Саники Денилинг и Миха Такаги. Эти облик девушки не специалисты, не спринтеры, скажем так, не яркие. И поэтому, я думаю, что второй круг мы сейчас увидим тоже на приличной скорости. Да что ж такое-то. Все в полуротах бросает всех. Здесь, по-моему, просто уже от усталости Наталья Червонко бросила. Одна 16-89 тоже далеко. Еще на последнем круге, несмотря на всю свою выносливость, они еще по секунде проиграли. Ну, там около Червонко чуть меньше. Чинжао как раз в практически секунду проиграла. Ну, это вот показатель, показатель. К сожалению, вот Ани наконец-то заработал. Ну, сайт, я просто хотел еще посмотреть. Да, 29-6 у Лизы последний круг. Да, там, в принципе, тоже неплохо. Ну, опять же, смотря с чем сравнивать, да. 29-4 был заключительный круг у Санники Данилин, 29-2 у Миха Токай. Ну, вот и сейчас переходим к сильнейшей группе. У нас осталось три пары. Заключительных три пары. Естественно, в первую очередь нас интересуют... Российские спортсменки. Да, конечно же, российские спортсменки. Ну, и лидер Кубка Мира Британи Боу, вот, в паре с Ольгой Фаткулиной. Бегут Оли личный рекорд из 1-13, но у Британи из 1-12. 1-11-61, Британи Боу еще и рекордсменка мира в Солт-Дейк-Сити. На финале Кубка Мира в марте этого года. Хорошо ушли, хорошо со старта ушли обе. Ольга Молодец, набирает Ольга, представительница Челебинской школы. Большое приветствую к Ланне Харону Журавлевой. Огромное спасибо ей за то, что она Ольгу подготовила и такой бриллиантик огранила. Опять почему-то... А, вот выдали время, ага, выдали время. Ну, то, что мне немножечко странно, что Оля проигрывает 200 метров в Британи Боу. Если смотреть на вчерашние результаты пятисотки, то Оля-то была на порядок быстрее вчера. Правда, у Британи совсем не сложилось пятисотка. Далеко она от шестерки сильнейших была. Ну, пока вровень идут. В общем, там какие-то сотые проигрывает. Да, мы видим Оля. Но сейчас, правда, Оля Британи Боу поможет очень здорово. Да, да. Отставил спину и финишировать-то Британи будет из малого поворота. То есть в этой паре, конечно, Оля, ну, просто не выиграть. Это уже однозначно даже по ходу поворота Британи. Вместе входит, да, по второй, в заключительный поворот, естественно. Как сдала Оля. Да. На последнем круге. Ну, а Британи... Омега. Омега подводит сегодня. Ну, а Британи лучший результат, посмотрите. 1.14.33. У Британи больше, чем полсекунды она быстрее, нежели Саннике Денилинг и Миха Такаги. Ну, а Оля Фаткулина чуть-чуть проигрывает даже Елизавете Козериной. Ну, видно было, что последний круг слишком тяжело улетался. Ты знаешь, у меня такое ощущение, вот и по вчерашнему забегу, чуть-чуть подустали наши девушки. Очень хорошее начало сезона было, да, хорошая форма. И вот здесь видна уже была и вчера на пятисотке, и здесь на последнем круге такая определенная усталость. Когда чуть-чуть не добегают, чуть-чуть не дорабатывают. Ну, ничего страшного, потому что... Да, ну и рекорд катка от Британи Боу, да, ну это здорово. Ничего страшного, потому что сейчас будет время на подготовку, на вернуться домой. Поработают чемпионат России, вернее, кубок Шавырина, да, отбор на чемпионаты. Ну, вообще надо отметить вот такую особенность, что у всех девчонок спринтерской команды пошла очень приличная пятьсотка, поэтому немножко, видимо, из-за этого уходит тысяча. Да, ну а тем временем Ангелина Голикова в паре с Нао Кадайрой. Вчера был шикарный забег у них на пятьсот метров, когда лишь тысячной долей секунды Ангелина уступила олимпийской чемпионке. Ну и вот любопытно, как сегодня. Да, конечно, мы понимаем, Кадайра на финише будет более выносливо, но поспорить с ней, вот опять же, вот эти шестьсот... Сейчас на круге надо пробовать сделать кружочек, вот здесь выйти в спину, смело сделать круг, у Ангелина другого варианта нет, выхода нет, кроме как делать первый круг, пробовать чуть-чуть убежать, потому что в любом случае ее не хватит на финиш, мы же сами понимаем, да, что это... Да, есть вопрос в том, когда это закончится. Да, 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 поэтому вот... 600 метров она выигрывает у Кадайра, молодец, задачку выполнила... Даже выигрывает, по-моему, одну десятую выигрывает у Британи Боу. Ну, две десятых, да. На первом круге, нет, кругом, кругом. А, круг ходом, ну так и разбег был быстрее, чем у Британи. Да, да. Стараться, стараться, Ангелина, все равно результат хороший должен получиться, явно должна из одной шестнадцати Голикова выбежать. Да, сто процентов, да, посмотри, Кадайру тоже не хватает, посмотри, что происходит. То есть это нормально, Ангелина задала этот темп и удерживает его? Да, очень неплохо добегает. Посмотрите, 1.15.45, Ангелина лучшая пока из трех российских спортсменок, все примерно в одни и те же секунды, но вот 15.55 у Козелина, 15.62 у Фаткулина и 15.45 у Ангелины Голиковой. Ну это тоже хорошо, это тоже показывает с разных сторон, девушки приходят, а результаты близкие. То есть конкуренция, конкуренция очень высока внутри российской сборной сейчас, и это приятно. Есть тренеру с кем работать, есть из кого выбирать. Да, но Кадайра на четвертое место перемещается. Ну вот немного не хватает, конечно, выносливости, потому что вот Британи Боу делает 29, ну или Ангелина делает 0.3, хотя и первым кругом выигрывает. Но это опять же специфика спортсмена, да, понимаем, что... Ну, мы помним о том, что Британи и полторы тысячи... И полторы, да, вот я по этому же и хотел сказать, да. Но зато Ангелина лучше на 500 метров. Это да. Дарья Качанова, обладательница высшего мирового достижения на этой дистанции для открытых катков. Это было как раз на чемпионате Европы в прошлом году Кал Альба. Ты знаешь, очень удачная пара для Дарьи, потому что она, скорее всего, увидит сейчас 0 на Сугерцог на заключительной переходной, на втором круге. Вот, и это будет хорошая ситуация, да, это будет очень хорошая ситуация для нее. Но это будет хорошая помощь Даши, потому что... Ну, просто с учетом этого можно смело делать разгон, смело делать первый круг. Вот, и тогда, как бы, ситуация сложится под нее. Собственно, вот, в общем-то, вот что она и делает. Она это знает, она это чувствует. Дистанция ее, она и может бежать, и дистанция полторы тысячи метров, мы увидели с тобой на отборе. Смотри, какой разбег. Да, да, да. 7, 17,6 на четверть секунды быстрее, чем у Британи Болл. Я бы сказал, что мужской разгон. Ну, да, в общем, завтра посмотрим у мужчин на дистанции тысячи метров. Да, далеко не все из 18 секунд будут разбегаться вот так вот, как Даша сейчас разогналась. Очень мощно. Ну и, да, работает, работает. Посмотрите, 4 десятых у Британи Болл выигрывает Даша. И сейчас Ванесса Херцог чуть-чуть должна помочь. Как бы главное, чтобы не помешала. А вот нет, мешает. Да, да, да. Ну, и Даша, чуть-чуть оглядываясь на Ванессу, Херцог чуть-чуть приостановилась и сразу падает скорость. Но, тем не менее, все равно надо постараться. Там можно на пьевестал забежать. Нет. Можно, можно, можно. 15-14. Ну, то есть, получается, четверть секунды до пьевестала не хватило. А Даша Качанова? Да, вот, к сожалению, ее вот что-то посетовало о том, что пара вот очень удачная. Оказалось, пара очень неудачная. Но тут нужно... Ну, Ванесса Херцог тоже, мы рассчитывали, что она чуть быстрее все-таки будет работать, а она тоже не доработала. Потому что видно вот здесь вот, что Даша тоже на нее посматривает и тоже подтормаживает чуть-чуть. То есть, ну, не так вкладывается, вернее, в шаг. Да, не помогла Ванесса Херцог. Ну, что ж. Пятое, шестое, седьмое, восьмое места у наших девушек на тысячи метров. Ну, опять же, Даша тоже вот не характерно для себя добежала. То есть, если в прошлом году она на тысячи вот этот последний круг делала уверенно и легко, сейчас получилось чуть скромнее. И понимаем, что по ходу сезона это все еще может улучшиться и получиться результат быстрее. Ну, что ж, подводим окончательные итоги забегов у девушек на тысячи метров. Британи Боу безоговорочный лидер сезона на этой дистанции. Третий старт в Кубке Мира. Третья победа. Причем, ну, за явным преимуществом. Да, конечно, наверное, у них и Токаги должен был бы быть результат повыше, побыстрее секунды, если бы не было того сбоя. Но все равно это не 55 суток, который в итоге Токаги проиграла Британи Боу. Ну, что ж, американка явно поставила себе цель на этой дистанции. Может быть, вообще выиграет все старты в этом сезоне. Посмотрим. Итак, тройка призеров Британи Боу Меха Токаги Саннике Денилинг. Так, результат Денилинг больше, кроме Токаги и Боу, никто превзойти не смог. И между ними-то, между Токаги и Денилинг, три тысячные секунды. И впервые Саннике Денилинг в своей карьере попадает на пьедестал почета на этапе Кубка Мира, при том, что до этого даже в шестерку не попадал. Ее лучшие достижения были седьмые места на этапах Кубка Мира и на 500, и на 1000 метров. А тут она сразу шагнула в тройку призеров. Но без Кати Шиховой за медали наши девушки сегодня побороться не смогли. Но о причинах этого мы уже говорили. Я уверен, что во второй части сезона наши девушки будут выглядеть гораздо ярче. Обратите внимание, третье, четвертое, пятое место в Кубке Мира занимает Качанова, Фаткулина и Голикова. Да, Катя Шихова из-за того, что приболев, слабо пробежала в Нур-Султане и не бежала здесь, и с десяткой выпала к концу сезона, уверен, обратно туда вернется. Ждем командную гонку преследования и девушек на дистанции 3000 метров.